Начинаем следующий блог. У нас дебют. Сейчас нам Антон Янжула расскажет про роботов. Это человек, наш разработчик, коллега, который зарабатывает роботов и бизнес-процессы. Да, Антон? То есть с ним можно пообщаться не только по такой вот интеграционной теме, но еще и по глубоко, про код, вот как это все настроить, действия, какие, рест, бизнес-процессы. И я совсем забыл сказать еще раз, вот у нас сейчас слайдика нет. Ставьте мобильное приложение в Apple Store и в Google Play, пишите прям битрикс-конф, цонф, слитно. Скачивайте его, задавайте там вопросы. Я их читаю, на них отвечают модераторы. Антон, ты готов? Всем привет. Меня зовут Антон Янжула. В битриксе я занимаюсь автоматизацией, бизнес-процессами. Собственно, сегодня мы поговорим о том, зачем автоматизировать. Пока компания маленькая, в ней все процессы можно регулировать в зависимости от ситуации. Но чем больше компания, тем труднее контролировать в ней все процессы. Нужны механизмы, которые помогут сформировать правила обработки внутренних процессов предприятия, снизить требования к опыту и квалификации сотрудников. Мы пытаемся сделать минимальным влияние человеческого фактора, избавить от рутинных операций, а также автоматизировать максимально все события в любое время дня и ночи. Для этого в битриксе 24 у нас есть инструмент, который называется бизнес-процессы. Бизнес-процессы появились задолго до корпоративного портала. Были в админке буса. Они пришли на замену модуля документа оборота для инфоблока. Этот модуль состоит из двух частей. Модуль бизнес-процессов и, соответственно, дизайнера бизнес-процессов. На данный момент, на сегодня, модуль очень тесно интегрирован в систему. Он работает с CRM, диском, процессами в ленте, списками в группах. А также в этом релизе мы представляем новые возможности работы с задачами и магазином. Сейчас бизнес-процесс включает в себя более 100 действий, которые тесно интегрированы со всеми системами битрикса 24. Такие как чат, живая лента, открытые линии, телефония, почта, график отсутствия, календарь и другими. Собственно, бизнес-процесс активно развивается. В нем появляются новые действия, новые возможности. В этом году мы вам представили новое действие итератор, который может работать с множественными переменными. В калькулятор мы постоянно добавляем новых функций, в том числе из недавних. Это работа с датами, со строками. Развиваем активно рест. Там появляются новые методы. О них подробнее дальше. В паузу мы добавили поддержку часовых поясов и работы с локальным временем сотрудников. Позаботились о том, чтобы почтовое сообщение как можно реже попадало в спам. Там появилась поддержка подтвержденных отправителей через главный модуль. Мы максимально доработали все действия, чтобы они возвращали как можно больше информации о своей работе, чтобы можно было использовать в дальнейшем в ходе работы бизнес-процесса. Так выглядит итератор. Он чем-то похож на цикл. Принцип действия – это перебирает значения множественной переменной. Соответственно, если у вас в переменной записана какая-то группа сотрудников, то каждому из этих сотрудников можно поставить соответствующую задачу. Такие методы REST у нас появились. Они полностью позволяют работать со списком активных запущенных бизнес-процессов на портале, останавливать процессы, запускать, а также посмотреть, какие есть шаблоны. Появляются новые возможности. Такие как обращение к полям связанных документов. Впервые это появилось в CRM. Мы можем, например, из документа сделки обратиться к полям контакта либо компании, которые к ней привязаны. Добавили новый тип условия, с помощью которого можно проверять поля на заполненность или незаполненность. Далее поработали над настройкой делегирования заданий в ВП. Там сейчас настраивается… В зависимости от субординации можно настроить, кому делегировать задание. Либо всем сотрудникам, либо только подчиненным, либо делегирование вообще не поддерживать в данном действии. Мы поработали над тем, чтобы оптимизировать расходы памяти при массовом запуске бизнес-процессов. Добавили возможность установки автора изменений документа, который производится из бизнес-процесса. Мы поработали также над своими ошибками, выпустили много исправлений. В том числе на данный момент не ломается верстка писем, которые уходят из бизнес-процессов. На них очень плохо влиял проактивный фильтр. Также стабилизировали работу с рестом. Кто пользовался активно рестом и действиями, тот знает, что иногда непонятно, почему срабатывала защита от зацикливания РС-10. Сейчас мы это полностью оптимизировали, убрали такие ошибки. В принципе, повышена стабильность работы бизнес-процессов при одновременном обращении. Например, когда у вас были две параллельные ветки, которые ожидали каких-либо событий. Если это событие происходит практически в одно и то же время, то первое событие срабатывало, а второе, так как бизнес-процесс заблокирован, уже больше никогда не смогло его продвинуть дальше. Таким образом он зависал. Проблему с зависанием мы тоже постарались максимально убрать. Мы корректируем работу функций различных калькуляторов. Например, функция date.div с типом поля data теперь работает корректно. Раньше там подставлялось текущее значение времени, что, собственно, неправильно. Итого за этот год мы обработали более 200 ваших обращений. Из них реализовано множество пожеланий, исправлено ошибок. Также добавлено много новых действий и роботов. Что, собственно, бизнес-процессы на самом деле очень популярный инструмент BITX24. Но он требует достаточно такого большого порога вхождения и знания документации, технической подготовки. Собственно, поэтому родилась идея упростить и максимально понизить порог вхождения в автоматизацию. Так появились первые роботы. Они имеют достаточно простой редактор, понятную работу роботов в зависимости от стадии документа. Они имеют достаточно расширяемость с помощью условий и времени запуска. Также их легко настроить и внедрить. Собственно, вот так выглядит дизайнер. Он состоит из блок-схемы конструкций. В принципе, отвечает принципам визуального программирования. И без документации в нем разобраться сложно. Так у нас выглядят роботы. Можно просто накидать кубиков, и они будут… Ваши действия будут исполняться по ходу движения документа по стадиям. Собственно, как они работают внутри? Внутри роботы основываются на механизме работы документа со стадиями. Каждая стадия – это отдельный шаблон бизнес-процесса. Робот представляет собой не что иное, как действие бизнес-процесса. Роботы сверху могут оборачиваться в условия и паузы. Они выполняются параллельно, либо последовательно. Если там есть в роботах настройка, выполнять после предыдущего. Для того, чтобы автоматизация работала по полной, мы дополнили ее еще триггерами. Триггеры – это такие механизмы, которые способны реагировать на внешние события и двигать документ по стадиям. Например, вы можете настроить реакцию на входящий звонок таким образом, чтобы, например, лид двигался на следующую стадию и, соответственно, запускалась автоматизация. И обрабатывалась. Так работали роботы на этой стадии. Задача триггеров – это менять стадию документа. Они ее двигают только вперед. В принципе, больше никаких у них особенностей нет. Дорогие партнеры, у меня, прежде чем Антон продолжит, у меня вопрос личный такой, личный, свой. Триггеры, вы понимаете, что это такое? Вы их используете? Нет, серьезно, прям серьезно. Потому что по нашим данным нам не удается объяснить, что такое триггеры и как с ними работать. Вот сейчас Антон смог объяснить. То есть используете действительно, все понятно, все хорошо? Окей. Впервые автоматизация появилась в модуле CRM. Помимо роботов и триггеров в CRM у нас есть классическая автоматизация через бизнес-процессы для всех основных сущностей, а также возможность расширить действия своими роботами и триггерами через приложение 24. В этом году мы добавили много новых роботов. В основном все эти новые роботы, они идут, так сказать, в ногу с развитием CRM. Например, там вышел новый функционал, который позволяет создавать документы. Соответственно, появился такой робот. Появилось много роботов для работы с повторными продажами, с работой со списком-исключением. Можно поставить задачу и отправлять письмо сотруднику. Из новых триггеров мы теперь мониторим все письма. Можно ставить триггеры на прочительность письма, на переход по ссылке из письма. Доработали триггеры и сделали поддержку написания своих триггеров, которые вы можете публиковать, либо устанавливать из приложения 24. Также, чтобы автоматизация была простой и была возможность у всех менеджеров ее настраивать, мы дали возможность настройки роботов не только для администраторов портала, либо CRM, а также и менеджерам по определенным ролям. Это все можно настроить в правах, в настройках CRM. С помощью автоматизации можно решить все простые сценарии работы с CRM. Например, новый режим, простой режим работы CRM без лидов, он организован с помощью роботов. Если ваша компания не работает с лидами, а предпочитает работу с контактами, либо со сделками сразу, то с помощью роботов вы можете организовать эту работу. Также роботы помогают в повторных продажах. Например, по суммам сделок, либо по источникам сделок вы можете их сортировать по направлениям. Там появился новый робот «Сменить направление». Теперь наконец-то можно менять направление из бизнес-процесса, что очень много просили. С помощью триггеров можно мгновенно реагировать на запросы от клиентов, на любые его касания. Также рекламировать и проводить рекламные кампании во всех популярных сетях и платформах. Далее. Мы понимали, что автоматизация – очень популярный инструмент, роботы, и то, что они должны выходить за пределы CRM. Так появились роботы в магазине. Соответственно, в этом релизе появится магазин, соответственно, появятся и роботы для магазина. Преднастроенный сценарий и возможности тоже выпускать свои роботы через приложение 24. Что, собственно, появится в магазине? Помимо роботов, которые доступны в CRM, мы выпустили новых роботов, которые специально сделаны под заказы. Они могут работать с оплатами заказа, с отгрузками, с отменами заказа. Также с помощью роботов можно разрешить доставку, устанавливать статусы отгрузок. Ко всему этому еще сверху можно применять триггеры на те основные операции, связанные с заказами. Чтобы вам было проще все это настроить изначально на новых магазинах, мы поставляем преднастроенный сценарий, в котором после поступления заказа покупателю приходят все необходимые уведомления о том, что его заказ получен, что он обрабатывается, что магазин ждет оплату, либо что он получил оплату. Таким образом клиент видит, что это живой магазин, и повышается его конверсия. Собственно, одно из самых ожидаемых обновлений этого года – это автоматизация в задачах. На самом деле она была выпущена еще летом, она ее пробована на нашем портале. Изначально автоматизация была сделана только для комбана, но мы решили выпустить тройную автоматизацию, и она у нас выйдет для моего плана, комбана и статуса. Собственно, особенности. В комбане настройка доступна всем администраторам портала, либо владельцам групп проекта. Они запускаются, роботы запускаются там для всех задач проекта, и останавливаются, если задача покидает проект. В моем плане есть особенность работы в том, что мой план – это персональный план сотрудника, поэтому впервые в бизнес-процессах мы применили такую методику, чтобы бизнес-процессы запускались от лица конкретного владельца плана, либо владельца задачи. Таким образом, там работает специальный механизм, который проверяет права при работе роботов изменения, либо удалении задачи. Для того, чтобы мы понимали, какая ваша роль в задаче, то есть в моем плане могут быть задачи, в которой вы являетесь постановщиком, ответственным, либо соисполнителем, появляется новое поле в документе, и это можно использовать в условиях работы триггера. Такие триггеры мы представили вам в первой итерации, которая выйдет уже скоро, скорее всего, в ближайшие дни. В принципе, больше 100 роботов вам знакомы уже. Они могут выполнять все основные операции для работы с задачами. Самое интересное здесь триггеры, которые реагируют на статус изменения задачи и на просроченность задач. Интересный есть сценарий с просроченностью задачи, пока разработчик эффективности не слышит нас. С помощью триггера на просрочку можно запустить робота, который меняет крайний срок задачи, то есть переставляет его. И таким образом наша эффективность может быть стопроцентной. Но это один из сценариев, для чего мы выпустили робота. Это уже доступно? То есть можно использовать такой хак? Да, да, у нас на портале можно. У кого KPI, не ставьте робота. Но, естественно, там будет проверка прав. Поэтому если у вас нет возможности менять крайний срок задачи по правам, то робот вам выдаст ошибку. Соответственно, какие можно решить сценарии? Контроль появился, появилась возможность более четко контролировать ход выполнения задачи. На определенных стадиях вы можете отправлять необходимые уведомления, либо добавлять участников в задачу. Например, идет задача на разработку дизайна. На какой-то стадии нужно добавить туда тестировщиков, либо дизайнеров. Все это можно сделать с помощью роботов. Соответственно, появилась связь статусов и стадий. Например, я в своем плане уже сделал две стадии, в которых одна из стадий – это для завершенных задач. Я ставлю туда робота, который завершает задачи. И вторая стадия – это для отложенных задач, в которой стоит робот паузы. Ставит паузу на задачу. И таким образом, простым перемещением по моему плану, я могу управлять задачами. Соответственно, по модулям у нас все. Я хотел бы еще рассказать о некоторых хитростях и советах. Так как робот является бизнес-процессом внутри, то в нем можно использовать все возможности бизнес-процесса, в том числе и калькулятор. С помощью калькулятора можно выполнять внутри робота, внутри текста, там всякие арифметические операции, скобки, работы с числами, датами. Например, новая функция date, которая позволяет, например, выбрать текущий номер недели, либо номер месяца. И таким образом формировать, например, писать в названиях сделки, чтобы была у вас какая-то нумерация сделок. Можно использовать выражение BPA, модификаторы. Что у нас дальше? У нас работа с условиями. У нас появилась поддержка множественности в условиях. Мы добавили максимально возможное количество полей, которые можно проверять на условиях. Там же можно проверять поля связанных документов. Добавили проверку дат. Очень интересный робот у нас есть. Это Webhook. Он позволяет связать нашу внутреннюю систему со многими внешними, которые работают с помощью HTTP протокола. Таким образом мы можем работать с Google Analytics, с Яндекс.Метрика, получать обратную связь с системами учета. Например, из 1С-бухгалтерии можно отправлять с помощью триггера данные в CRM. Также, если вам недостаточно наших возможностей по отправкам SMS и почтовых рассылок, вы можете дергать API у других сервисов, которые могут это делать. Внутри это все основано на REST. Также много роботов имеет хитрые настройки, которые могут вам помочь в работе. Например, у робота сменить ответственного можно указать множественность. На самом деле это не ошибка. Таким образом сделки будут распределяться равномерно между вашими сотрудниками. Если вы хотите получать системные уведомления, можно в действии уведомления не указывать автора, не указывать отправителя. Также добавилась возможность в действии изменения документа сменить стадию и сменить ответственного, указывать от имени кого мы будем производить изменения, чтобы у нас, например, в карточке CRM не отображались какие-то там случайные сотрудники, которых вы не знаете. Они, допустим, говорят, что мы этих изменений не делали, но на самом деле эти изменения сделал бизнес-процесс. В роботе конвертации для лидов мы добавили настройку, при котором робот не закрывает дела лида при конвертации. Во всей CRM мы добавили трекинг писем для того, чтобы триггеры на статусы просмотренные либо на клики по ссылкам работали отлично. В дополнительных возможностях в настройках робота появилась опция в рабочее время и локальное время. Это когда ему срабатывать, собственно. Рабочее время настраивается в настройках BITX24. Можно настроить время начала дня, время завершения, а также выходные и праздники. В локальное время, соответственно, он будет учитывать, робот будет учитывать часовые пояса, в которых работают ваши сотрудники. Собственно, если вам всего этого недостаточно, вы можете кастомизировать роботов. В коробке, как это делается? На самом деле робот это есть действие BP. Кастомизируется это так же, как действие BP. Единственное отличие в том, что нужно указать соответствующий тип. Вот он, робот-активити. Настроить ему соответствующую категорию. Есть четыре категории роботов. Это для клиента, для сотрудника, рекламные роботы, либо свои роботы. Соответствующим образом реализовать метод Get Properties Dialog, подготовить верстку для этого диалога. И можно использовать в автоматизации. Если у вас не коробка, вы можете использовать рест, который, в принципе, позволяет полностью настраивать, добавлять своих роботов. И если у вас есть желание, вы можете все это выкладывать в приложение 24. Если у вас нет такого желания, вы можете использоваться готовыми решениями, которые уже проверены и безопасны от наших партнеров и разработчиков. Собственно, возможно, вам не понадобится кастомизировать, так как я вам раскрою немного наших планов на разработку. Что у нас появится в ближайшее время, возможно, даже до Нового года. В основном это роботы, которые работают с CRM. Мы добавили возможности записывать историю CRM, работа с карточкой CRM. Вот робот добавит комментарий. Много триггеров будет по работе с телефонией. Много роботов будет по работе с универсальными списками и процессами. Можно будет изменять элементы списков. Добавлять процессы. Также очень просили роботов, которые будут работать с бронированием ресурсов. А с магазином? Еще раз самым наиболее востребованным пожеланием было то, что у нас сейчас нет… Мы выпустили CRM-маркетинг, и там есть красивые шаблоны писем. Им очень много запросов, много хотели, чтобы это все появилось в роботах. И это наконец-то появится в роботах. Подожди, с магазином ты что-нибудь сделаешь с роботами? Или работай с магазином? С магазином? С магазином дальше будет. Так как у нас появился магазин, мы дадим возможность достучаться до товаров, заказа из БП и роботов. Мы добавим возможность выбора телефонных наберов или почты в роботе, отправить смс, либо отправить письмо. Там не было возможности выбрать тип контакта. Как я говорил, уже будет полная поддержка бронирования ресурсов CRM. Самое интересное, еще есть возможность. Это глобальные константы в БП, которые будут сквозными для всех шаблонов и всех модулей. Таким образом, вы можете настраивать роли для всего портала и использовать их во всех бизнес-процессах, всех сущностей. Также идеи у нас есть по поводу внедрения нового типа автозапуска бизнес-процессов. Если сейчас бизнес-процессы запускаются по факту добавления либо изменения документа, то мы планируем выпустить запуск еще по событиям. Например, таким событием может быть день рождения клиента. Соответственно, в день рождения клиента запускается определенный бизнес-процесс, в котором вы можете, например, отправить ему поздравительное смс либо красивое письмо из CRM-маркетинга. Еще в карточке CRM появится работа с заданиями в БП и командами. То есть раньше интерфейс работы с заданиями в БП и команды, особенно в CRM, был очень глубоко внутри и не всегда им могли пользоваться. Собственно, вот такой у нас робот. Роботы активно входят в нашу жизнь не только в онлайн сфере, но и в оффлайне. Появляются они, автоматизация появляется, например, в новом iPhone, в новой iOS появилась возможность автоматизировать основные команды наподобие наших роботов и триггеров. Таким образом, роботы должны работать, а человек должен эффективно думать о том, как ему провести свое время. Спасибо большое. Спасибо, Антон. Антон, тебе сразу же первый вопрос от наших партнеров. Будет ли отладчик бизнес-процессов? Давняя-давняя. Это интересная тема. Очень много запросов по поводу отладки бизнес-процессов, и мы действительно движемся. Мы приблизились максимально к этому вопросу. Подожди, будет или не будет? И сделали роботов, да. Чтобы вам было проще работать. Вместо отладчиков мы сделали простые роботы. Да, действительно так. Окей, ладно, еще вопросы. Еще вопросы, если есть Антону. Здесь тебе очень много вопросов в приложении, плюс у Антона будет еще вот там вот митинг-поинт. Я рекомендую его поймать. Павел, компания iTrack. Хотел спросить, а когда вот будут, вот показывали слайд, здесь хитрости вот эти вот были. Какие именно хитрости? Слайд уже для работы прямо сейчас. Когда они будут? Вот вопрос. Там 4 хитрости, это что-то 4. Это скалькулятор? Да, это уже сейчас все доступно. Это уже доступно давно уже. Нет, 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 дальше. Вот это. 4 хитрые настройки. Да. Вот это. Множественный выбор ответственного он был изначально. То есть по времени, когда ожидать? Это все уже есть. Все уже сейчас работает, да? Да, это есть. Ну, по крайней мере, на тестовой платформе… Не надо на тестировании. На тестовой платформе. Это самая ассоциация, это все уже есть. Да, еще вот вопрос. Тут равномерное распределение, да, ответственных. Это работает в CRN-модуле, а работает в задачах также. И будет работать также в задачах. В задачах. Да, хорошо. Спасибо. Окей, еще можем позадать вопрос. Сколько? Александр, скажите, вот можно бизнес-процесс привязать к должности. Допустим, вот есть сотрудник, который выполняет данный бизнес-процесс, а потом он ушел в отпуск и возмещает другой. Вот это одна из тех функций, которые в разработке у меня написано. Появятся глобальные константы, с помощью них вы можете… Это будет. Механизм будет, да. Замечательно. Обязательно. Здравствуйте. Такой вопрос. Будет ли расширен REST для чатов непосредственно? REST для чатов? Да. Это в разрезе бизнес-процессов роботов, что ли? Нет, для возможности написать, в отношении собственного приложения для общения с сотрудниками. Подождите, мы сейчас про роботы и бизнес-процессы. Просто REST упоминался? Ну, хорошо. Ну да, это как-то больше по чатам. Спасибо за презентацию. Вопрос. Когда начнут бизнес-процессы работать вообще с товаром и товарным каталогом? Нормальная работа. Скоро начнет работать. Скоро понятие растяжимое, более какую-то конкретную дату. В следующем году. Первое, что мы сделаем в ближайшее время, это доступ к товарам, заказам из БП и роботов. Это для магазина? Это для магазина. Для CRM? Да. А для CRM? Для CRM тоже, да. Спасибо, спасибо, Антон. Спасибо тебе большое. Ловите, пожалуйста, Антона в коридоре. Последний вопрос хотите? Да. Ну хорошо, есть буквально 30 секунд. Вы ложитесь? Конечно. Давайте. Давайте. Спасибо за презентацию. А когда будут роботы в щитах? Это прямо нужно. Роботы в щитах? Скоро будут. Спасибо. Спасибо, Антон. Спасибо.